Глава округа не устранил нарушения в полном объеме. Такой вывод сделали староскольские депутаты на заседании 27 октября. Список недостатков и нарушений главе адресовал еще прежний созыв, когда вынес неуд работе администрации в 2016 году. Ответ главы предыдущему составу совета рассматривал уже новый созыв. Проанализировав информацию на заседаниях трех постоянных комиссий, депутаты пришли к выводу, что из 57 поставленных вопросов ответы даны на 29, не в полном объеме на 16, а от 12 остались без ответа. Эту информацию представил председатель комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Андрей Ефимов и предложил признать, что глава администрации меры по устранению выявленных нарушений в полном объеме не принял. Ефимова поддержали председателя двух других постоянных комиссий по нормативно-правовой деятельности и вопросам местного самоуправления и по экономическому развитию. Оспорить выводы комиссии попытался депутат Анатолий Кандауров, однако споры не повлияли на мнение большинства. 21 из 24 присутствовавших депутатов проголосовали за, один против, двое воздержались. Уже после заседания депутаты высказались по итогам сессии. Единство депутатского корпуса было очень очевидно и видно было по всем вопросам, которые удобные были, неудобные они были, потому что разные фракции, самовыдвиженцы и так далее, но голосовали по тому, как они считали нужным. Жителям города уже надоело вся эта говорильня, все эти наши дебаты между советом депутатов администрации. Люди хотят уже видеть результаты. Поэтому я понимаю, что у каждого человека есть самолюбие, есть амбиции, но на мой взгляд, свое самолюбие и амбиции можно уже принести в жертву ради жителей нашего города. Есть четкая сформированная позиция. Главе администрации Староскольского городского округа Гнедрих Александру Викторовичу представлено уведомление. Днем ранее депутатами совета депутатов было внесено обращение об удалении главы в отставку. 15 ноября на заседании совета мы будем рассматривать этот вопрос. Вопросы все назревшие. Рано или поздно эти вопросы должны быть решены. И на предвыборной кампании мы видели, что город хуже, хуже и хуже. Эти вопросы надо поднимать, решать. Администрация сегодня не справляется с задачами. И поэтому 15 числа, конечно, мы будем вопросы рассматривать. Всего в этот раз депутаты рассмотрели 12 вопросов. Единогласно утвердили порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автодорог местного значения, порядок муниципального жилищного и лесного контроля. Без возражений прошел порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации округа. В соответствии с законодательством теперь назначать на эту должность будет Совет по результатам конкурса. Контракт с главой администрации будет заключаться на срок полномочий Совета депутатов округа, принявшего решение о назначении на должность, но не менее чем на два года. Большинством голосов утвердили новую штатную численность аппарата Совета. Появились две новые должности – замруководителя аппарата и специалиста. Расширение штата не потребует дополнительного бюджетного финансирования. Кроме того, депутаты согласовали кандидатуру Людмилы Руденко для назначения ее на должность директор МФЦ и утвердили новые правила благоустройства в соответствии с рекомендациями Минстроя России. Изменения в правилах благоустройства на территории Староскольского городского округа позволят привлечь 360 миллионов рублей из федерального бюджета на программу по обновлению дворов многоэтажек.